64 юных физика со всего полуострова собрались в стенах Крымского федерального университета побороться за звание лучшего. По уже сложившейся традиции провести такое серьезное состязание помогает физико-технический институт. Традиционно мы курируем обучение физики в регионе, конечно это методические указания. Региональные этапы для всего Крыма традиционно проводят в Крымском федеральном университете. Мы считаем, что это миссия и обязанность нашего университета перед регионом. Робный порядок цифр, правильные формулы и четкая логика физических задач не пугают, а наоборот привлекают ялтинскую школьницу Татьяну Мельник. Девушка уже не первый год увлекается точными науками, конечно не могла пройти мимо Всероссийской олимпиады по физике. Ведь именно на этом состязании можно показать свои реальные возможности, конечно, если хорошо подготовишься. Мы занимались с учителем нашим школьным после уроков, решали задания прошлого года, задания сборников для подготовки. Я считаю, задания будут сложными, потому что это все-таки региональный этап, но я надеюсь мне повезет. Олимпиада по физике традиционно состоит из двух туров, теоретического и практического. При этом организаторы регионального этапа буквально до старта интеллектуального состязания не видели, с чем придется столкнуться школьникам. Все задачи пришли в запечатанных конветах, открыть которые разрешено лишь в аудитории. Задания были подготовлены Центральной предметной комиссии, поступают данные задания с федерального уровня, они являются стандартизированной формой заданий, которые предоставляются на данный этап Олимпиады во все регионы Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы процедура была однозначной для всех детей, всех регионов. И если с теоретической частью Олимпиады все традиционно, несколько задач на решение которых дается 4 часа, к практическому этапу подошли более фундаментально. Для лучших юных физиков республики подготовились задания, для решения которых нужно не просто знать формулы, а уметь их применить в реальном мире. Если, например, потрусить газировку, то когда мы ее открываем, можно услышать звук. Это как бы количество газа, которое тут скопилось и выходит. И нам с помощью шприца и с помощью этой бутылки нужно определить, какое давление образуется над газировкой. Что же касается самой Олимпиады, то ее лауреаты, помимо ценных призов и грамот, получили право представить регион на федеральном уровне. Павел Мерсниченко, Евгений Ильющенко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Пресс-служба Крымского Федерального Университета